всем привет вы слышите алексея халецкого и прошло больше полугода и я делаю второй выпуск умные игры для смартфонов и планшетов но дело в том что убивателей времени на смартфонах действительно много а вот приложений для занятий ума все-таки не так много чтобы постоянно делать регулярные выпуски более того сегодня будет два приложения которые вы можете использовать и на персональных компьютерах не только на планшетах в комментариях к прошлому видео дмитрий иванов резонно заметил не проще ли шахматы установить или в качестве разнообразия сборник шахматных задач дмитрий полностью согласен но ведь не шахматами едиными тем не менее рассказываю я на смартфоне периодически использую приложение ли чес собственно есть и сайт ли чес . орг по моему это лучшее шахматное приложение на данный момент во первых здесь множество шахматных задач и вы можете проверять свой уровень решения задач потому что идет ведется ваш рейтинг вам предлагают задачи по вашей силе ну а кроме того всегда есть возможность сыграть с живым соперником и выявить свой уровень у меня сейчас рейтинг чуть выше 1500 это уровень такого среднего третье разрядника хотя когда-то я доигрался до первого разряда когда занимался шахматами школьные годы но здесь и в ли чес я просто периодически играю blitz три минуты партии дольше по мне так уже слишком длинные а среди моих знакомых я знаю очень много кто играет по минуте или наоборот вообще без минуты но плюс три секунды за каждый ход это вообще какие-то супер мгновенные шахматы но я отвлекся в приложении ли чес вы можете участвовать в турнирах а турниры тут проходят постоянно каждый час blitz турнир каждый день какой-нибудь особенный турнир с необычными правилами так что если вы любитель шахмата а я думаю что среди зрителей и поклонников пошаговых стратегий таких очень много то именно приложение ли чес по моему мнению одно из лучших более того там и даже есть ли чес тиви то есть вы можете наблюдать за партиями более сильных игроков ну практически все как у нас но это не видео обращу ваше внимание а просто трансляция игры поэтому много трафика не жрет ну и находите меня как всегда ник у меня халецкий обыгрывайте меня еще и в шахматы обратите внимание кстати что планшет лежит на проспектах музеев московского кремля крайне рекомендую посетить второе приложение называется три виадор это вообще старая браузерная игра стратегическая викторина для трех игроков действие происходит на карте поделенные на 15 участков я так понимаю что этот три виадор для многих стран локализован пытался найти корни по моему его венгры придумали вообще и для многих стран работает эта штука ну для россии естественно будет показана россия разделенная на 15 участков и задача завоевать как можно больше территории завоевание происходит с помощью отвечания на вопросы то есть эта смесь очень простенькой стратегической игры и викторины при этом вы играете еще и против живых соперников пожалуй именно из игр викторин лично мне три виадор больше других нравится я чаще именно в него игра но я знаю что некоторым игрокам три виадор не по душе потому что он несколько медлителен тут такой неспешный процесс да тут надо быстро ответить на вопрос потому что это влияет на качество ответа если вы одинаково дали правильный ответ то будет считаться победителем тот кто сделал это раньше но сам вот захват территории зачитывание вопросов и так далее оно немножко затянуто и партия ну длится минут 15 это в лучшем случае что как мне кажется не очень хорошо для смартфонов и планшетов для игр на этих устройствах долгие игры они хороши когда вы играете за персональным компьютером за приставкой неужели кто-то использует мобильные устройства для какой-то долгой партии во что-то зачем если есть более продвинутые компьютеры или другие девайсы тем не менее мне тут нравится и качество вопросов потому что все игроки могут за них голосовать нравится он или нет да и сопутствующие всякие штуки там и подсказки есть игра конечно пытается из нас выманить какую-то денежку но очень щадящий я никогда играя в тривиадор ничего не платил меня устраивает что я могу и проиграть чего-то не зная то есть вы вряд ли тут будете проигрывать зная ответы на все вопросы только потому что ваш соперник там заплатил кучу денег за подсказки так что вот обратите внимание есть смартфон или планшет но не установлены 2gis но вы даете 2gis это электронный справочник и карты городов а недавно в приложении появилась и определитель номера то есть если организация есть 2gis то вы сразу узнаете кто вам звонит скачивайте приложение под вашу платформу и 2gis если быть точным ну и последний сегодня очень простая стратегическая игра простая не в плане сложности или легкости игры в своей идее называется она анти ей если я правильно произношу название и во многом похожа на нашу любимую цивилизацию те же гексы тот же захват территории и от территории получения бонусов у вас и у нас есть карта какая-то на которой случайно раскиданы наши вражеские поселения настройки карты вы вначале можете выбрать сложность тоже выбрать и каждая клетка на карте соединенные с поселением дает плюс один к золоту каждый ход при этом вы можете за накопленное золото либо покупать юниты либо строить оборонительные башни либо строить домики которые будут давать еще больше золота чем просто территории объединение более слабых юнитов в один дает более сильный юнит и и того тут четыре типа юнита захват вражеской территории происходит только если на клетке или рядом с ней нету чужого юнита а если он есть то его можно атаковать юнитом на один промоушен больше ну и в общем то вы балансируете на экономике на захвате территории и на строительстве домиков чтобы вас не захватили при этом вашу территорию могут отрезать вот назовем это столицей и тогда многие ваши юниты просто умрут потому что вас не хватит золота на их содержание игра создана россиянином но честно говоря вот у меня что-то вспоминается что лет 10 назад какая-то подобная штука у меня была и на компьютере там во флэше что-то такое может и 15 лет назад то есть я не думаю что это оригинальная идея авторы видимо где-то подсмотрел но реализация хороша мне чтобы дойти до последнего уровня сложности ну довольно много пришлось сыграть чтобы так разобраться я периодически ее запускаю вот знаете потренировать такую легкое стратегическое мышление минут на пять ну потому что примерно в течение этого времени можно понять победишь ты или нет ну и никаких вообще никаких денежных вложений в игру не требуется на этом все комментариях рекомендуйте умные игры для смартфонов и планшетов по вашему мнению и ну и не забудьте посмотреть первый выпуск а еще специально для тех кто не смотрит мое видео до конца и спешит оставлять комментарии да я решил что снимать игру на планшете лучше вот именно так а не захватывая экран чтобы было видно что делают руки по моему это более правильно но теперь точно все играйте в умные игры и пользуйтесь 2gis меня зовут алексей халецкий и я тот классный парень который сделал для вас это видео поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми таким образом мое творчество распространится и о нем узнают другие люди ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео которые я вам рекомендую посмотреть кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним а на этом все спасибо и до следующих встреч